МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. В центре нашей программы. В центре программы главная идея. Сейчас капитал предлагает нацист, фашизм, бандеровщину и войну. Мы предлагаем справедливость, дружбу, мир и социализм. Это принципиально нас отличает от всех остальных. Красные в городе. Коммунисты в центре Москвы рассказали о программе компартий и планах работы на благо столицы и Родины. Мы надеемся, что в любом случае победа будет за нами, но мы благодарны за партийную солидарность, за товарищескую заботу и нашим товарищам из региональных организаций. Очередной гуманитарный груз в прифронтовой Курск. Региональные отделения КПРФ продолжают поддерживать бойцов и местное население. Странная, конечно, ситуация. Вроде государство наше возле заградительной пошлины, чтобы наши нефтяные компании оставляли топливо на внутреннем рынке, но все равно возникает дефицит бензина, из-за этого идет рост цен. Искусственный дефицит или отсутствие контроля. Жители Нижнекамска рассказали о ценах на бензин в регионе. Прифронтовой Курск прибыл очередной гуманитарный груз. Ульяновские коммунисты передали военнослужащим и жителям, эвакуированным из приграничных районов, 20 тонн продуктов, медикаменты и мебель для пунктов временного размещения. Благодаря фонду «За победу» неравнодушным жителям Ульяновской области получилось собрать вот фуру 20-тонную. И впредь, и сегодня, и завтра будем помогать. Все жители Ульяновской области Курян поддерживают. В общем, эта работа будет продолжаться. Это уже второй масштабный гуманитарный груз, собранный ульяновскими коммунистами, адресно для бойцов и местных жителей. В составе гумпомощи продукты питания – гречка, капуста, лук, картофель, а также медикаменты, мебель, автомобильные запчасти, аппаратура и все, что необходимо на фронте и в тылу. Часть гуманитарной помощи, которая пришла к нам по линии коммунистической партии, мы передаем замечательной интернациональной бригаде под названием «Пятнашкак». Бойцы «Пятнашки» приехали за грузом на собственном транспорте. Они брали в основном воду и продукты питания. Погрузка закончилась, когда уже стемнело. Мы приехали, наше подразделение из Донецкой области, Российской Федерации, приехали помочь гражданам Курской области выгнать неонацистов с их земли. Коммунистическая партия нам помогает всеми возможными гуманитарными помощями, водой, едой. Люди очень отзывчивые, добродушные, всегда подскажут, помогут, расскажут. Боец батальона «Арбат» приехала за специальной посылкой от члена Совета Федерации коммуниста Айрата Гебаддинова. Айрат Гебаддинов, добрый день. Благодарю вас за камеру, в которой мы очень сильно нуждались. Благодарю вас за поддержку оказанную, ну и за добрые слова от ваших ребят. Часть груза, собранного Ульяновским областным комитетом КПРФ, коммунисты раздали жителям Льговского района Курской области. Эти люди оказались в прифронтовой зоне под угрозой эвакуации. Чуть-чуть продуктов возьмете. Спасибо. Давайте я вам помогу донести. Я интересна сама. Спасибо, Беречка. Спасибо за выставление. Курские коммунисты заверили, что интенсивность их работы в деле поддержки бойцов и гражданского населения будет только возрастать. 45 организаций КПРФ прислали нам гуманитарную помощь. Кто-то финансами помогает. Все это дело мы отчитаемся до копейки и передаем или жителям пострадавших районам, которые сейчас эвакуированы, или воинам, которые пришли нашу Курскую землю защищать. Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, риск эскалации конфликта на Украине очень высок. Коллективный Запад выступает подстрекателем военной агрессии киевского режима, отметила Захарова. Коротко о других новостях в стране. Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с зампредседателем КНР Хань Дженом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент рассчитывает, что Москва и Пекин найдут новые направления взаимодействия. Минфин с 6 сентября по 4 октября направит почти 173 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты и золота, что в 7 раз больше показателя предыдущего периода. Рост связан с ожидаемыми дополнительными нефтегазовыми доходами в сентябре на уровне 162 миллиардов рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Она отметила, что предстоящий сезон ожидается сложным в плане эпидемиологической обстановки. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны. В России по итогам прошлого месяца было продано более 155 тысяч новых легковых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса это на 34% больше, чем в прошлом году. Рост связан с ожиданием повышения ставок, утилизационного сбора и, соответственно, подорожанием машин. В центре Москвы прошла акция «Красные в городе». Коммунисты собрались на площади Маяковского, чтобы подробно рассказать о программе партии и своих планах работы на благо столицы и ее жителей. Отчет однопартийцев принимал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. У каждого свои планы работы и вопросы к властям. Это зависит от расположения конкретного района города и его особенностей. Одна из главных проблем столицы – это большое количество мигрантов и приезжих из бывших республик СССР. Вопросы к ФМС. Откуда навыдавали столько гражданств? Как они получают за год так быстро эти гражданства? Речь о том, что мера нужна во всем. Проблема очень остается. Я недавно с учителями беседовал. Говорят, пришли в класс 20 человек пополам. Но самое удивительное – плохо знают русский язык, и не могу преподавать и тем коренным москвичам. Проблема обострилась. Вокруг памятника Владимиру Маяковскому активисты установили информационные короба и раздавали прохожим партийную программу и газеты. Руководство КПРФ встретилось с партактивом, чтобы вместе рассказать журналистам и жителям столицы о своей предвыборной программе победы. Сегодня эти иностранцы, которые вчера назывались партнерами, объявили русскому миру войну, войну на полное уничтожение. Более жестокого приговора трудно было себе представить. Вот наша программа позволяет мирно, демократично, способно выбраться из этого тяжелого кризиса. Я хочу поблагодарить Зубрилина. Он вместе с нашими партийцами собрал хорошую команду на выборы в Москве. Вот вы, если сейчас пройдете и посмотрите, у каждого есть реальная программа, которая продолжает нашу общенациональную, применительно городу Москве, каждому району и каждой управе. Выступая перед журналистами, Геннадий Зюганов отметил, что программа, с которой партия идет на эти выборы, утверждена по итогам международных экономических форумов КПРФ, последний из которых прошел совсем недавно в совхозе имени Ленина. Над программой работали экономисты, ученые и политики. В центре программы главная идея. Сейчас капитал предлагает нацист, фашист и бандеровщину и войну. Мы предлагаем справедливость, дружбу, мир и социализм. Это принципиально нас отличает от всех остальных. Почему у народа отняли все завоевания, за которые они сражались от Великого Октября до Великой Победы? Бесплатное образование, медицинское обслуживание, восьмичасовой рабочий день и все остальное. Я считаю, что вполне возможно восстановить. И наша программа «Обновленный социалист. Десять шагов победы» это предлагает. Я считаю, что очень важно сейчас прийти к каждому избирателю, что он почувствовал, что придя на выборы, он имеет возможность бюллетенем исправить пользу своих детей и свое будущее. Лидер КПРФ обратил внимание журналистов на то, что пока не решены социальные проблемы, страна не сможет решить проблемы демографии, а промышленность не сможет развиваться достаточными темпами. Вот у меня в руках новый трудовой кодекс. Вы все живете по трудовому кодексу. Декретный отпуск – это декрет Ленина о том, что женщина, родив ребенка, может идти спокойно в отпуск. Второй декрет – бесплатное образование. Третий декрет – все, что гарантировано, восьмичасовой рабочий день. Четвертый – вся собственность будет служить народу. Пятый – все недра и природа будут обслуживать вас. А сейчас в 15 упорей захватили все ваши рудники и не хотят налоги платить. Идет война – 362 миллиарда долларов перегнали в чужой банке тех, кто против вас заряжает пушки, ракеты, а завтра будут дальними ракетами стрелять и по центру Москвы. Мы считаем это недопустимо и непозволительно. Геннадий Зюганов подчеркнул, что главная задача сегодня – уйти от дискредитировавшего себя курса на капитализм и вывести страну на принципиально новый уровень развития. Давайте пожелаем нашей московской команде успехов и не слушайте никого, кто вам всякую лапшу на уши вешает. Без справедливости, дружбы и социализма мы не справимся. Если не изучат наши военные, почему Ленин расколотил Антанту, 14 государств душили нашу республику. Потому что он пришел с идеей мира, дружбы и социализма. Почему Сталин одолел Гитлера, который всю Европу растоптал? Потому что тот построил за 10 лет 9 тысяч заводов и выучил самое храброе, образованное и мужественное поколение. Пожелаем нашим москвичам успехов, давайте им поаплодируем и уверен, что москвичи активно поддержат нашу команду. Президент Никарагуа Даниэль Артега выразил уверенность в победе России над фашизмом на Украине. Об этом он заявил, выступая на параде по случаю 45-летия основания армии республики. Никарагуанский лидер также отметил вклад СССР и России в создание вооруженных сил страны. Коротко о других новостях в мире. Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, заявил глава МАГАТЭР Фаэль Гросси. В настоящее время выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС не зафиксировано. При этом Гросси отметил, что риски для международного сообщества растут по мере продолжения вооруженного конфликта. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что радикально настроенная оппозиция готовит в стране беспорядки перед выборами. Он подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию будут пресечены со всей строгостью закона. Напомним, парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правительство Швейцарии продлило до 4 марта 2026 года действия защитного статуса для украинских беженцев. Специальный статус дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, а также возможность воссоединения семьи. В Индии более 47 тысяч человек были эвакуированы в южных штатах Теленгана и Анхропрадеж из-за масштабного наводнения, вызванного муссонными дождями. Пострадавшие от стихии районы направлены спасатели силы реагирования на стихийные бедствия. Федеральные антимонопольные службы России ожидают, что изменение стоимости бензина на АЗС по итогам года не превысит уровень инфляции. Об этом заявил замглавы ведомства Виталий Королев. Насколько чувствительна ситуация с ценой на бензин для жителей Нижнекамска, выясняли наши корреспонденты. Я буквально вчера обратил внимание, потому что, как говорится, было 49 в среднем, стало 52. Такие скачки, они не сильно отражаются на моем бюджете, но потихоньку цены повышаются, и это будет бить по карману. Даже сейчас в интернете читаешь, вот сидишь, с 1 сентября говорят, еще выше станет бензин, то есть до 70 рублей поднимется. Мы платим и платные дороги, и акцизы, то есть у нас три шкуры делают, плюс к этому не только цены на бензин растут, но и товары, соответственно, за это, то есть стройматериалы растут, недвижимость растет. Жители Нижнекамска уверены, ситуация на топливном рынке полностью в руках государства, которое просто обязано взять на образование под жесткий контроль. Это вообще от частных компаний надо забрать, и государство полностью должно регулировать и этим всем заниматься. Ну, оно должно быть, наверное, у государства тоже какой-нибудь потолок, чтобы частники не могли поднять. Ну, частник же сам взял, поднял, и все. А государство же не контролирует его. Странная, конечно, ситуация. Вроде государство наше вводит заградительные пошлины, чтобы наши нефтяные компании оставляли топливо на внутреннем рынке, но все равно возникает дефицит бензина, и из-за этого идет рост цен. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.